Приветствую вас! Я бы хотел, ну вот, наверное, начать немножечко с того, чего вы вообще ожидаете от своего вопроса. Ну то есть, я вот посмотрел, задали вы свой вопрос вчера в 5 часов вечера по Москве, и до сих пор вопрос у вас не решенный, ответов всего три. Для ВИП вопросов, что вопросов это как-то вообще мало, вот, и я такой просто подумал, а что, может людям неинтересно отвечать на такие вопросы, или они слишком общие, слишком какие-то такие вот сложные, может быть. Ну, в любом случае, попробую вам помочь. То есть, только смотрите, пожалуйста, введусь, что ожидания, которые вы вкладываете в этот вопрос, они определяют то, какую обратную связь вы получите. То есть, условно говоря, если вы прямо активно хотите чем-то заниматься по жизни, прямо активно, вам ответить может помочь. Ну, в принципе, как-то любой другой. Если хотите, чтобы мы прямо вам дали какой-то рецепт, чтобы вот прям рецепт послушали, какие-то шаги выполнили и всё. Себя нашли, гармонию обрели и начали действовать по жизни так, как вам хочется, но, к сожалению, здесь, боюсь, вы пришли не сюда. Итак, значит, как найти себя, пишите вы, и этот вопрос, он сразу, знаете, сразу наталкивается на такую проблему, что он очень общий. Как найти себя? Ну, понимаете, каждый человек, он своё сваливает в это понятие. Вот вы говорите, я не могу найти себя. Найти себя вы не можете, простите, в чём. И если вы не знаете, в чём вы не можете себя найти, то, соответственно, тогда нужно именно искать себя именно в том, в чём вы не можете найти. Потому что я, например, психолог личности, я понимаю сразу, как себя найти, только в контексте именно того, что я не могу найти себя как личность. То есть я не чувствую себя личностью, я не знаю, что мне делать, чтобы стать личностью и так далее. То есть нужно опять же вопрос задать, найти себя именно в чём. Далее вы, конечно, немножечко признаете свой вопрос и говорите о том, как понять, чем ты хочешь заниматься в жизни, если вы неудачные попытки, которые привели только к оплате и осознание собственной никчёмности. Ну и здесь, опять же, вам будет такой вот встречный вопрос, по моему взгляд, довольно важный вопрос. Значит, для чего вы хотите чем-то заниматься в жизни? Вот вы хотите чем-то заниматься в жизни, чтобы что? Ну, вы что хотите делать? Для чего вам это? Для чего вам чем-то в жизни заниматься? Это вот на самом деле вопрос такой, он очень важный, потому что вы говорите, вот я очень хочу чем-то заниматься, но вы не говорите зачем. Понимаете, если речь идёт именно о таких аспектах, например, как, скажем, заработок или, скажем, значит, реализация, собственно, это две разных вообще идеи, два разных направления. Если заработок, то вы определяете свою работу выгодой. Если реализация, то есть, ну, собственная реализация, да, то есть, вот, попытка именно реализоваться, то это определяется тоже совсем другими вещами. Вы говорите, у меня были неудачи, и это привело к апатии и никчёмности. Знаете, апатия – это всегда перебор мотивов, то есть, это перегруз человека мотивами. То есть, вот, от вас как будто бы требуют, чтобы вы чем-то занимались, от вас как будто бы постоянно ждут, что вы будете чем-то заниматься. Ну и, соответственно, если от вас ждут, что вы будете чем-то заниматься, то ничего удивительного нет в том, что у вас это не получается сделать, потому что обычно, обычно именно так и бывает. Когда человек руководствуется чужими ожиданиями, у него, к сожалению, как-то не получается что-то делать именно по этой причине. То есть, апатия – это перегруз мотивами, причём перегруз мотивами, как правило, противоположными. То есть, мотивы, которые вот у вас есть для того, чтобы чем-то заниматься, они противоречат друг другу. Например, один мотив говорит, что вы должны зарабатывать – зарабатывать, а другой мотив говорит, что вы должны, там, например, не зарабатывать, а, скажем, реализовываться самостоятельно. Вот если с одной стороны вам говорят деньги, 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 с другой стороны вам говорят нет ни деньги, а реализация, ну вот вам отсюда и, собственно, те самые проблемы, на которых можно иллюстерить. Вот вам отсюда апатия. Далее, никчёмность. Ощущение никчёмность – это такое ощущение, когда вы не получаете результата от своей деятельности. Ну, естественно, можно задать здесь такой вопрос – а какого, собственно говоря, результата вы вообще хотели бы? И почему вы хотели именно его, этого результата? И если вы хотели какого-то результата, то правильно ли вы выбрали модель поведения для этого результата? Если вы хотели результата, некой обратной связи, то верно ли вы выбрали направление по реализации этого? Как известно, деятельность совершенно не обязана давать какой-то результат. И если вы хотите этого самого результата, конкретного результата, ну, то нужно стрима определить этот самый результат, а уже потом, после этого, уже думать о том, как вам к этому результату прийти. А то получается, что вы хотите какого-то результата, начинаете что-то делать, вот этот результат получить, результат для вас очень важен, результата вы не получаете, и в итоге у вас возникает ощущение никчёмности. То есть, помимо всего прочего, ощущение никчёмности, это зависимость от мнения окружающих, от оценки окружающих того, что, ну, оценки того, что вы делаете, да, и так далее. А оценки окружающих, к сожалению, это всегда про неуверенность в себе и про отношение к обществу, отношение как раз вот к тому, как вас воспринимают, как воспринимают то, что вы делаете, как вы сами себя воспринимаете. И тогда возникает такой вопрос, а не делаете ли вы всё это, вот всё то, что вы делаете ради того, чтобы лично получить какое-то общественное признание, например. Ну, то есть, здесь довольно-таки большое количество мотив может быть, и все эти мотивы, в общем-то, нужно разделать, потому что без разбора этих мотивов нельзя говорить о том, что вы сами будете понимать, чего, как и зачем вы вообще хотите. Ну, и по итогам у нас осталась одна темка всего, это темка того, что делать, если я хочу реализоваться, реализоваться. То есть, если я хочу реализоваться, но не знаю, вот, как мне это сделать. То есть, реализоваться хочу, как реализоваться, не знаю. Ну, помимо того, чтобы определить для себя, почему вы хотите реализоваться, то есть, обычно человек хочет реализоваться в том, чем он хочет реализоваться. И если реализация происходит как бы сама по себе, то вам всегда эта реализация для чего-то нужна. То есть, если я хочу, например, писать книги, то я пишу книги не для того, чтобы реализоваться, а просто мне нравится это делать. Вот, если я хочу заниматься писательством, иначе я говорю, я хочу заниматься писательством, но это вот немножко другое. Писательство мне для чего-то нужно, чтобы что-то получить, чтобы чего-то достичь, чтобы чьи-то желания, в том числе, и свои оправдать. Это вот немножечко уже другое. Здесь речь больше про значение того или иного вида деятельности. То есть, когда реализация является не процессуальным понятием, не процессуальным термином, а именно целевым термином, это происходит как кардинально иное восприятие этого. Реализация как саму-саму цель – это одно, а реализация как процесс – это совсем другое. И если вам нужна реализация, то вопрос, опять же, возникает – для чего? Если вы, например, ничем не хотите заниматься, или ничего вам не нравится, то, ну, логично предположить, что, может быть, вам и сниматься ничем не вам пока, и просто руководствоваться тем, что вам, например, интересно, тем, что для вас сейчас актуально и так далее. А вот это вот все необходимое, оно придет само и немножечко позже. Вот. Предположим, что у вас у само есть такая вот личная установка, что нужно что-то делать, нужно что-то для себя найти. То есть, вывод, путем, значит, личностного роста, пристык вывода, вам нужно чем-то заниматься. Но вот чем заниматься вы не знаете. И не можете понять, что вам интересно. В этом контексте я рекомендую вам действовать, исходя из такой схемы. Первая схема – это схема, первая ступенька. Схема – это ваши ценности. Вторая ступенька – это ваши идеи, которые вытекают из этих самых ценностей. Третья ступенька – это форма реализации идеи. Ну и если приводить примеры, то, вот, например, есть ценность гуманизм. Гуманизм вытекает идея – помощь людям, но не единственная. И из этой идеи вытекает форма реализации этой самой идеи, как, например, работа психологом, вот и кем-то еще. То есть, где вот вы ощущаете помощь людям, в моем примере, ближе, где вы ощущаете помощь людям плотнее, вот тем вы и занимаетесь. И вот так вот нужно и ориентироваться во всем. И так можно найти, в принципе, то, чем бы вы хотели здесь занимать. Немножечко другая позиция, немножечко другая такая вот точка зрения, другая сторона вопроса заключается в том, что вы просто-напросто, напросто оцениваете свои качества, оцениваете свои возможности, свои способности, свои склонности, то, что у вас лучше всего получается. Вообще, что у вас лучше всего получается, ну, на данный момент. И просто-напросто начинаете этим заниматься. И все. Ну вот, но для этого, опять же, нужно анализировать. То есть нужно провести анализ того, что, собственно, какие ресурсы у вас есть. То есть, иными словами, если мы говорим с позиции как таковой психологии, одного из направлений в психологии, то речь можно вести так. У вас есть задача. Эта задача, в принципе, представляет из себя желание чем-то заниматься. Вот. У вас есть эта задача, но вы не знаете ни своих средств, ни условий выполнения этой задачи, ни, собственно, требований к этой самой задаче. Ну, и отсюда, естественно, у вас возникает проблема. Соответственно, эти вещи нужно вам проанализировать, и тогда будет более понятно, чего же вы все-таки хотите. То же вам все-таки нужно. Чего же вы, тем же вы все-таки хотите заниматься. Но вот этот вопрос основной, который вам, может быть, не нравится, который вы, может быть, уже ненавидите. Вопрос, для чего? Вот вы это все делаете, для чего? Чтобы что? Что вами движет? И ответить себе на вопрос, ну, не только почему вы это делаете, но и смысл этого. Какой смысл вы складываете в нуждаемость заниматься той или иной деятельностью, для чего, чего вас ждать и так далее. Ну, и самое тревожное в вашем сообщении, это ощущение никчемности. Создается впечатление, что вы как-то вот противопоставляете себя на других, противопоставляете себя обществу. Это не хорошо для человека. И получается так, что определенные деятельности, определенные желания, определенные потребности вы хотите делать именно для людей. То есть, вы для того, чтобы все-таки эти люди оценили вас и так далее. Ну и, соответственно, можно говорить тогда о том, что вполне возможно, что есть куда более глубокие у вас основания для того, чтобы вот к подобным вещам стремиться. То есть, я имею в виду основания здесь, это, например, какие-то конфликты с вашими родными, может быть комплексы, может быть вот что-то еще. Естественно, это пока неизвестно, но это все можно при желании, при вашем желании все это можно разобраться, с этим этим можно поработать. Главное, чтобы это желание было у вас и помочь вам, в принципе, вполне можно будет, если вы, ну вот, пожелаете это сделать, если вы захотите с этим разобраться. Потому что, на мой взгляд, у вас есть признаки сверхмотивации, например, для того, чтобы заниматься деятельностью. Сверхмотивация создает некоторые переменные в вашем поведении. Эти переменные меняют ваше отношение к задаче, и в итоге к абсолютно репродуктивной, абсолютно обычной задаче вы подходите как-как к задаче творческой, и отсюда из-за этого, из-за того, что вы подходите к обычной задаче как творческой, у вас ничего не получается. А значение повышенное в вашей задаче вытекает именно из-за того, что вот, эээ... Из-за того, что вам не движет. Вот это такой вот своего рода замкнутый круг, который вам нужно разобрать. Для себя. В первую очередь. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всем желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.